В 96-м году закончилась Ночь Сварога. Начнется День Сварога и какая его светлость. Но опять-таки в более подробном статье Ночь Сварога есть описание всех элементов. И в книге я тоже даю, но в двух словах скажу, что закончилась Ночь Сварога тем, что закончилась она. Сейчас начинается, сейчас утро в принципе, даже заряд, так сказать, такое начало самого. И какая светлость заключается в том, что природа ночей и дней Сварога в том, что меняется, перераспределяются потоки материи, которые все время называют темной материи, я называю первичной материи, которые влияют на эволюционное развитие каждого дневного человека. Вот в Ночь Сварога концентрация потоков такова, что наиболее благоприятное условие для развития черных наклонностей, отрицательных наклонностей человеке. День Сварога – это влияние потоку и это то, что благоприятное условие для того, чтобы человек мог быстро развиваться. То есть сейчас, будет нарастать дальше, возникают условия, когда люди будут иметь возможность без всяких… То есть проблем для эволюционного развития особо нет. Единственная проблема – сами люди. То есть условия есть, но если человек не будет развиваться, само развитие не придет, понимаете. Развитие происходит только при действии, когда вы действуете, когда через вашу активность происходит изменение вас, и вы движетесь вперед. Вот даже просто чтение книг, оно тоже не дает развития, оно дает понимание. Понимание плюс осознание того, что нужно делать, но это не развитие. Развитие только во время действий. И поэтому то, что даже некоторые думают, вот типа день Сварога пришел, ни черта делать не нужно, сейчас мне насытятся потоки, и я буду, так сказать, просветлюсь до самых, так сказать, ушей. Не получится. Это препятствия для развития ушли, но само развитие, само по себе, не происходит. Поэтому светлость дня Сварога в том, что резко падает отрицательное влияние на каждого отдельного человека для его индивидуального развития. Но развитие, само по себе, не произойдет. Поэтому в этом плане нужно работать, и гораздо легче будет достичь этого уровня, потому что нет проблем еще внешних, которые нам Вселенная создает. Следующий вопрос.